Всем привет, ребят! Вы на канале Steven Games, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X Mobile, и, возможно, это будет на моём канале самый последний ролик на старом движке, который я запишу, потому что в скором времени игра обновляется, мы ждём того момента, когда она обновится, и, конечно же, блин, хотелось бы немного по-ностальгировать, что ли. Всё-таки, эх, никогда не увидим больше данный движок, как я понимаю, Unreal Engine 3, и перейдём на 4, и там будут высокие требования. И придётся играть уже, возможно, даже не на этом аккаунте, а на iOS-устройстве. Но об этом поговорим чуть позже. Рекомендую покупать персонажей и игровую валюту только на сайте ProSeller.org. Ссылка в описании под этим роликом. Пока я зашёл в игру, да, кстати, хотелось бы уточнить, что я, наверное, около дней 5 не заходил в неё, мне сразу же выскочило 6 сообщений, я такой, come on, как может быть 6 сообщений, и вообще, с чего вдруг они пришли? 3. И я захожу такой и начинаю читать. Мало того, что мне пришло 3, было вроде бы 2, но ладно. 3 награды за сезон Войн Фракции. Я в сезон Войн Фракции не играл, но то, что мне пришло сразу же 3 награды, это достаточно интересно. Возможно, одна из них забаговал, и есть такой баг, и мне выпадет легенда. Но это маловероятно. Далее, одна лишь награда за членство, хотя это странно, должно было быть 3 награды за членство. И самое интересное, подготовка 2.0. Войн Фракции будут недоступны с 25 февраля из-за техобслуживания. Неплохое техобслуживание, когда сразу же приходят 3 награды. Испытания Войн Фракции, Шамелина и набор Барака Кара будут доступны только до 27 февраля. Рекомендуем забрать награды из почты. Ладно, принять. Окей, ничего не забрал. Требование 2.0. Обновление до версии 2.0 перенесет Mortal Kombat Mobile на новый игровой движок Unreal Engine 4. Сейчас она на третьей находится. И для игры станет нужно постоянное подключение к интернету. В итоге станет меньше хакеров, больше комфорта и чего-то еще больше. Но прочесть, видимо, не судьба. Окей, соглашаемся. И далее, самое главное. Вам подарок. Примите эти кровавые рубины в знак благодарности за ваше терпение во время подготовки к 2.0. Не забудьте забрать все награды из почты перед обновлением до версии 2.0. Забираем. Сколько мне падает рубин? 10 тысяч монет, интересненькая. И аж целых 100 кровавых рубинов. Спасибо большое, Незрон Студио. 100 кровавых рубинов. Это прям щедрый, очень щедрый подарок. Я, честно говоря, не ожидал такого. Наверное, даже сейчас расплачусь, потому что, ну, 100 кровавых рубинов. Кто бы мог подумать. Так, 15 тысяч монет в обычной награде за членство. И даже 15 душ мне накапало. Это уже хорошо. И сезоны Войны Фракции. Смотрим. 8 тысяч монет. Ерунда. 25 душ. Ну, такое. И 90 кровавых рубинов, при том, что в Войны Фракции я не играл. Неплохая награда. Это, видимо, опять Незрон Студио решили подарок сделать. Еще чехол. Подкинули. Медальонов. Камни элементов. Да что ж такое. Далее открываем еще один сезон Войны Фракции. Смотрим. 6 тысяч монет. Блин, здесь я опустился, видимо. 20 душ. Да, уж меньше, наверное, будет. 60 кровавых рубинов. Итого в сумме я получил аж 150. Больше, чем в подарке. Целебные травы. Перчатки скандалиста. Это топор палача. Интересно. Интересно, что же будет дальше. Все. Ну, и самая последняя награда за сезон Войны Фракции. И здесь нам выпадает 3000 монет. С каждым разом все скатываются ниже, ниже и ниже. Интересно. Далее. 10 душ. Блин. Ну, ладно. Бывает. 10 кровавых рубинов. В сумме, короче, получил 160. Продать. Драконищи. Окей. Продаем. И все. И это все награда, да? Ну, отлично. Мне понравилось. Все же было получено на халяву, как и подарки за 100 рубинов. Вот эти вот. Не за 100 рубинов. Точнее, 100 рубинов. И те же самые сезоны Войны Фракции. Я даже не играл в них. Мне сразу же 3 выдало. Притом, одна из них даже не такая уж и плохая. Да, 8000 монет, где мне выпало. Ну и что ж. Испытания. Вампирши. Мелины. Первоначально я хотел выбрать, конечно же, серебряного Кенши и победить персонажей именно серебряным Кенши. Но, к сожалению, игра мне не дала этого сделать. А все почему? Потому что требуются золотые персонажи второго уровня слияния или выше, как я понял. И это очень и очень странно. Да, новичкам не повезло все-таки. Те, кто недавно начали играть в игру, те, у кого нет золотых персонажей второго слияния, те пропустят это испытание полностью. Но те, кто более-менее прокачан, вроде его как пройдут без особых проблем. Но Кенши я выбрал. И не простого Кенша, а старшего бога. Но минус в том, что этот персонаж все-таки наносит плюс 500% урона персонажа мужского пола. Не просто так я, кстати, поставил Джеки Брикс, потому что я понимал, что это произойдет. И вынесут мне персонажа очень быстро. Так, Ермак, допустим. Отлично. И вот сейчас Ермаком мы будем ее выносить. Хорош. Я просто хотел протестировать Кенши, который слился очень быстро. Ну а теперь Джеки будем побеждать. Блин, жму на экран, ни хрена не жмется. Вот это самая интересная тема. Спецприм второй, давай, погнали. Ну уже 90%. Сюрприз, блин, босс вампир Шамелина. Блок, хорош. Вау, вау, она загрызет меня сейчас. Вот скотина. Ну ладно. По сути мы еще живем пока что. Отлично, проводим. Готово. Пендали далее. Далее блок. А, ну, она поставила блок. Я тоже ставлю блок. Два пальца на экране. Окей. Надо поменьше, но планши играть все-таки. А, так. Блок. Хорош. Отлично. У него почти получилось это сделать, но нет. Блин, не дает она мне. Резвая слишком. В двух смыслах не дает, да. Так, давай, давай, давай. 70%. Победа. Ну ладно, Джеки Брикс бы справилась, это 100%. Плюс там, да, все зависит от того, какую команду вы выбираете. Персонажами мужского пола вообще играть не вариант. Я выбрал, конечно, Кенши и Рептилию, но я понимал, что Джеки Брикс затащит. Затащит легко. О, да, Кенши, Кенши, он очень быстро слился. Не, ну плюс 500% к урону, это ж дикость. 1485 рубинов. Продать. И вампир Шамелина у меня становится седьмого слияния, но это в разы интереснее. Седьмое слияние, это уже если прокачать ее до 50 уровня каким-то непонятным, наверное, образом, то можно спокойненько, спокойненько использовать ее в охоте за реликвией. Об обновлении 2.0 я пока что говорить ничего не буду. Как только выйдет обново, сразу же о ней поговорим. А пока будем ждать ее. И это, наверное, будет последний видос, потому что раз все-таки воины фракции отключают, и сейчас они вроде бы, да, отключены, как вы видите, их нет. Поиграть в воины фракции мы не можем, а это значит, что в игре, по сути, делать нечего. В игре делать нечего, проходи только лишь испытания, либо открывай наборы на худой конец, но так как выйдут новые наборы, так как выйдет все-таки новое обновление, новый движок, все дела, то лучше всего дождаться его и там уже пытаться что-то делать. Насчет трех наград за сезон воины фракции это очень странно. Возможно, разработчики решили фиксануть, вернули мне старые награды. Возможно, эти награды мне не должны были прийти, потому что вроде я даже в воины фракции последнее время не играл. Это последние несколько сезонов, так точно. И за что эти награды пришли, я так и не понял. Поэтому без понятия. А может быть, просто разработчики решили все-таки такие, подарок сделать небольшой. Ну, кто знает, в общем. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайся на мой канал, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok